Практическая психология У меня лично Да, да, да Потому что кто-кто А психологи, которые Работают в этой модальности Они-то уж точно знают, что такое Продуктивный контакт Что такое вообще качество жизни И давайте попробуем сегодня с этим разобраться Даже подростки Периодически слышу Используют такие термины, как У меня незавершённый гештальт Я так и не вошла с ним в контакт То есть они используют это Иногда даже не задумываясь На самом деле мы понимаем, что это глубинное знание Которое можно применять в жизни И качественно Эти знания влияют на твою жизнь Конечно Давайте тогда сначала Начнём вообще с самого Термина гештальт Что такое гештальт Этот сам термин вообще появился Из гештальт-психологии Гештальт-психологи в начале 20 века Открыли Да, вот такую вот историю про гештальт И произошло это слово От глагола немецкого Гештальтен То есть Вот сам гештальт Он не переводится на русский язык Вот как Какое-то такое очень Ну Конкретное понятие А что означает гештальтен Да, придавать форму И задавать определенную структуру И гештальт от этого произошёл Как нечто целостное Да, наполненное смыслом Какая-то форма Которое закончено Да, и Ну по-разному Да, иногда переводят гештальт Форма, фигура Целостность Образ То есть у неё достаточно много Такая многогранность Да, такая многогранность Но самое главное Что это то Что наполнено смыслом Есть начало Есть конец Да, и это Некоторая завершённость Вот И когда мы говорим о гештальте Мы именно это имеем в виду Как нечто целостное Наполненное смыслом И гештальт-терапия Она как раз Использует принципы Да И Признаки Да, гештальта Хорошего гештальта Или там Хорошей формы И основана гештальт-терапия На Как раз На том Чтобы Сделать Контакт человека С окружающей средой Более полноценным А почему должен человек Стремиться К этому полноценному контакту Потому что это влияет На качество жизни человека Во-первых Да Ну вот Давайте, да Начнём с того Что такое вообще контакт Контакт Это Полноценный Обмен Энергетический Обмен С окружающей средой Где я что-то получаю От окружающей среды И что-то Ей оставляю Или ей отдаю И очень часто Человек Не задумывается О том Как этот контакт Осуществляется Окружающая среда Что такое Это окружающие Нас люди Это социум Это близкие Наши люди Это Не знаю Погода На нас влияет Природа На нас влияет Мы в контакте С предметами искусства Это всё Наша окружающая среда Которая влияет На нас То есть вообще В принципе Человек в социуме Это как раз Социум Это и есть окружающая среда Социум Это не только люди То есть окружающая среда Не только люди Это вообще всё Что нас окружает Мы познаём себя Через контакт С другим С другим Даже Внутри нас Да Есть какие-то Процессы Процессы Да С которыми мы тоже Взаимодействуем Желательно Чтобы мы были В хорошем контакте С собственным телом С собственными чувствами Да С собственными ощущениями Тем, что внутри нас происходит Вот это мы имеем в виду Под хорошим контактом Хорошо Какие вот есть У гештальтерапии Принципы Да С помощью которых Мы как специалисты Помогаем человеку Оказаться в этом самом Качественном контакте Да И уже Узнавая себя Познавая окружающую среду Добиваться каких-то результатов Ну на самом деле Принципов много Да Я Мы все сегодня Не будем Да Прямо такие основные На которые вы опираетесь При работе с клиентами Ну один из принципов Это целое больше Чем сумма его частей То есть На примерах Прямо можно Да Это говорит о том Что Ну например Да Ребенок рождается И первый гештальт Который он получает Наполнен смыслом Это лицо его матери Угу Оно целостное Ну плюс там еще запах Да и все И это целостный гештальт Вот когда он наполнен смыслом Угу Фигуры Вот И точно лицо Будет восприниматься Как целостной фигурой Да И даже если где-то Ребенок когда-то Запах почувствует Да Он вспомнит образ матери Гештальт завершится То есть гештальт Еще один из принципов Гештальт Примится к завершению Всегда Всегда Кстати гештальт психологи Да Открыли Блюма Зейгарник Всем известно Открыл Эффект Зейгарник Когда-то Да Когда она провела Исследование На то что Незавершенные действия Запоминаются лучше всего Да И гештальт Если мы что-то Не доделали Мы всегда Бессознательно Или сознательно Стремимся К тому чтобы Это завершить Да Причем Лучше если бы Это было сознательно Да Лучше чтобы Сознательно Причем На незавершенные гештальты Уходит очень много Нашей психологической энергии Энергии Да Туда уходит слив Это тревога Это напряжение И конечно Желательно Да Если мы выводим На осознавание Да Вообще работа Психотерапевта Гештальт терапевта Она очень часто Направлена на то Чтобы Выявить Да Вот эти Незавершенные гештальты Или Незавершенные ситуации И Дозавершить Дожить Доделать Доработать Да Допрожить И тогда Самым волшебным способом Да Если один гештальт Закрывается Может открыться другой Да Одна Удовлетворяется Потребность Да И тогда Формируется другая Опять-таки Вот через Эту цепочку Действий Да Человек лучше Познает себя Это цель Вообще нашей жизни Узнать себя Таковым Какой ты Есть Да Принять себя Таковым Да А в гештальте Есть еще один принцип Это Гештальт устойчив Например Формируется привычка Как у нас говорят Привычка Вторая натура Вот гештальтисты говорят Что привычка Это первая натура Потому что То что когда-то Например в детстве Или где-то когда-то Сформировалось Было когда-то Творческим приспособлением Да Какой-то ситуации Сформировалась Такая устойчивая Да Форма Которую Впоследствии Сложно Достаточно Ну Трансформировать Трансформировать Да Нейронная связь Да Что называется Да Они уже Созданы И чтобы Эту привычку Увидеть Вот гештальтерапия Направлена на то Чтобы Ну мы еще называем Привычный паттерн Поведения Да Когда Хронический Человек Не удовлетворяет Свою потребность Да Или там Срывает Называем Срывает Вот этот цикл Удовлетворения Своей потребности Привычным для себя Образом Задача гештальтерапевта Увидеть этот Привычный паттерн Да Как он это делает И Поскольку Гештальтерапевты Работают с Экспериментом Да И мы работаем Всегда На новизну У нас всегда Исследовательская Позиция Нету конкретных Таких прямо Алгоритмов Действий Да С помощью которых Ты вот Вот тебе формула И сейчас у тебя Все будет хорошо Да И поэтому Мы и говорим Что гештальтертерапия Контактом Потому что Только в контакте Я как Терапевт Могу Ну почувствовать Да Другого человека И исследовать Вместе с ним А что он Нового Может Увидеть Да Вот в этом Своем Привычном Поведении И как он Его может Изменить И если в этом Смысл для него Найти новые Смыслы И творчески Приспособиться Заново Какой-то Ситуации Которая Когда-то Стала Для него Привычной Ну например Да Чтобы было Понятнее Да Наверное Можно На примерах Например Как человек Привык Думать О себе Или воспринимать Окружающую среду Где-то Когда-то У него Сложилось Впечатление Например о том Что люди Такого-то Роста Там Не знаю С такой-то Формой рук Они агрессивны Например Да И он У него Запечатлелось Это да Образ Такой Образ Запечатлелся И С тех пор Все люди Которых он Встречает Он автоматически Ну как бы Навешивает Да На них Этот Уже Им приписывает Эти качества Вот Привычным образом Хотя на самом деле Да Если творчески Подойти к этому То точно Можно найти Что-то В этих людях Что отличает От того Образа Это как Например Про нас Про блондинок Говорят Да Да Или там Про человека В очках Да Например Но это Такие Социальные Ярлыки Например А здесь Я говорю Даже Про то Как формируется Индивидуально И Вот если Говорить О дальнейшей Жизни То это Влияет На дальнейшую Жизнь Давайте попробуем На выборы Да Влияет Вот Сейчас Попробуем Проговорить Потому что Все-таки Мы слово Контакт Уже заявили Да И Лариса Вы уже сказали Что у Контакта Есть определенные Циклы Да Давайте попробуем Доступно Нашим Слушателям Объяснить Почему Очень важно Чтобы Эта Цикличность Была Завершена В гештальте Есть такое Понятие Как Цикл Контакта Это Такая Схема Придуманная Гештальтистами На которой Видно Как Формируется Потребность Как Человек Делает Выбор Каким образом Эту Потребность Удовлетворить Как он Вступает В контакт С окружающей Средой Для того Чтобы Эту Потребность Удовлетворить И как Он Присваивает Себе Этот опыт И Отходит Чтобы Использовать В будущем В будущем Дальнейшей жизни Можно Очень Ну так Доступным Образом Рассмотреть Этот цикл На Цикле На потребности Вот голода Давайте Цикл Яблочко Возьмем Такой Классический Когда Я голоден У меня Возникает Какой-то Дискомфорт Через Ощущение Я только Могу Распознать Что Мне Что-то Хочется Если Я человек Осознанный То Я начинаю Думать А чего Мне Хочется Я беру Паузу При Контакте До Осознавания Потребности Я начинаю Об этом Думать Я Начинаю Об этом Думать Я Распознаю Свою Потребность Что я Хочу Есть Я голоден Подложечкой Сосет У меня Сосет Глюкоз Начинаю Выбирать Я Себя Спрашиваю А чего Я сейчас Хочу Я Перебираю Суп Например Разогреть Или пельмени Сварить Или я Достаю Яблочко Я уже Предвкушаю Это яблочко Я его Достаю И начинаю Кушать Для того Чтобы Мне его Скушать Мне нужно Сделать Тоже Какое-то Действие Мне нужно Открыть Рот Мне надо Откусить Начать Пережевывать И тогда Я вступаю В полный Контакт С этим Яблочком Я начинаю С ним Взаимодействовать Я его Скушал И на этапе Переваривания Мне нужно Переварить Ассимилировать Мне нужно Этот опыт Сделать Своим Мне нужно Это яблочко Присвоить Чтобы витамины Сосались Чтобы яблочко Стало частью Меня И тогда На этапе Отхода Я уже Чуть-чуть Другой Я уже Больше Чем Был тот Кто был Без яблочка Я уже Другой Я уже С яблочком Внутри И вот На этапе Выхода У нас Получается Такой Дельта Прирост Некоторой Энергии Я с яблочком Внутри Приросла Энергия Я отошел Вот этот Осуществил Отход Мне нужно Чуть-чуть Время Чтобы мне Это яблочко Переварить И мне Это время Нужно Для того Чтобы у меня Сформировала Следующая Потребность Цикл Он идет Следующий Вот так Вот он Закончен Цикличность Она прямо В течение Всей нашей Жизни Как вдох И выдох Мы не можем Жить всегда На вдохе Как день и ночь Как день и ночь И поэтому Нам Но смотри Вот мы сейчас Расписали Это Цикл Который хорошо Удачно Прошел Без срывов А в чем проблема Что вроде бы В этом сложного Но на каждом Из этапов Может быть Блокировка Человек Может Что мог Поступить Как он мог Поступить Он например Не мог Не распознать Что он голоден Он мог Взять Пойти Сигарету Покурить Понимаешь Вместо того Что он Пошел Стал Покушать И здесь Надо всегда Распознавать Задавать себе вопрос А чего в действительности Я хочу И это такая практика На самом деле Гештальтисты Практикуют Практики Осознавания Осознавание Является Одним из таких То есть тебе Задаешь вопрос Да Потому что иногда Бывает Например Тебе кажется Что ты хочешь есть А на самом деле У тебя организм Просто давно Не пил То есть как бы Обезвожен И мы об этом тоже слышим Часто очень Что одна из практик Когда вам кажется Что вы хотите кушать Вы попробуете сначала Попить воды Да Да Ну то есть Надо очень внимательным Здесь быть себе На фазе приконтакта Когда я распознаю Собственные ощущения Потому что первое С чем мы встречаемся Мы встречаемся с дискомфортом Да И с какими-то Своими телесными ощущениями И вот когда мы говорим Про контакт Так важно в контакте Это быть Своими телесными ощущениями Хорошо Вот мы встречаем людей В практике Которым очень сложно Себя услышать Там по ряду Определенных причин Да Как тогда этим людям быть? Ну вообще Вот таким людям Важно с кем-то Поговорить об этом Потому что правда Одному вот самому человеку Бывает очень сложно Разобраться с этим Я очень часто Это в практике встречаю Когда человек Может говорить О ком угодно О потребностях Кого угодно Своих детей Своих родителей Там своего мужа Например С женщиной вообще Частая история Но когда я спрашиваю А что ты хочешь Для себя Там ну просто ступор Да Вот на этой фазе При контакте Человек не берет Даже себе время Подумать Подумать А что же я-то хочу Да И это такая Привычная история Вот когда мы говорим Да Выйти из привычного Поведения И начать делать Что-то по-другому Какую-то новизну Для людей Это прям новизна Вот знаешь Очень мне понравилось Проживала на своем Собственном опыте Да Историю Когда я понимаю Что мне Хочется какого-то тепла Да И вот тогда я просто беру На листочке бумаги И выписываю вообще Что для меня понятие Тепло Там например Там объятие мужа Тепло Там да Объятие детей Тепло Элементарно там например Принять ванную Тепло Да Как массаж Когда меня массажируют Это тоже для меня Является вот это Ощущение тепла Закутаться в плед Да То есть как бы вот Я искала Вот в чем У моего тела И у моего состояния Психологического сейчас Потребность в каком тепле И я прямо Поймала вот это ощущение Когда я оказалась В бане Да Когда меня Просто так хорошо В две руки парили Веником Вот это было Это было завершенное Такое состояние Что вот я получила То тепло Когда меня Прогрело прямо Изнутри Не только снаружи Да И не только психологически Но и на физическом Прямо уровне Вот такие вещи Мы можем с вами Практиковать Просто берите их Да И используйте Чтобы оказаться В контакте С самим собой Да Есть такая практика Даже Вот я встречаюсь Когда с такими людьми Которым трудно Распознать Собственную потребность Да Есть практика Не знаю Каждые два часа Задавать себе вопрос Да Ну в течение Какого-то времени А что я сейчас хочу И действительно ли я Этого хочу И тогда Ну человек как бы Научается В какой-то момент Быть Ну чуть-чуть В контакте В контакте С самим собой Да И это Когда вот эта практика Проходит Она очень хорошо работает После этого Мы можем переходить На какие-то другие Да Более серьезные вещи Вот мне интересен Такой еще момент Вот смотри Вот мы поняли Как можно быть С собой в контакте Да А вот дальше Тут же тоже Такой этап Войти в контакт С окружающей средой И получить От нее То Что ты хочешь Да Всегда ли окружающая среда Готова тебе это дать Не всегда Не всегда И это тоже Надо понимать Да Но вообще У человека Есть вообще Выбор Да Если В этом Ну вот В такой форме Какой человек Хочется Окружающая среда Не дает Значит Надо посмотреть Какие другие формы Есть Вообще В чем еще Да Гештальтерапия Помогает Увеличивать Количество выборов Да Вот этот веер Выборов Он всегда больше Чем человек Видит Он видит Например Один или два Да Способа Как можно получить От окружающей среды Тепло Например Да О котором ты говоришь А когда ты Начала Писать У тебя целый веер Раскрылся Да Этих способов Как ты можешь Это получить И в общем Ну это тоже Вот На распознавание Да Вот этих Вариантов По социальным Сетям Ходит такая Хорошая Очень История Про то Как девушка С помощью Гештальтерапевта Наконец-то Поделилась Хочет она Замуж Или нет Да И Какого вообще Мужчину она хочет И вообще С какой потребностью Она идет В эти отношения Часто ли С таким Обращаются Ну а я С разными Вообще Любой Почему мы говорим Что Быть в контакте Во всех сферах Жизни Да Это как раз Улучшать Качество Своей собственной Жизни Можно ли еще Хотя бы парочку Каких-то таких Методик Да Которые может Человек Прямо сам Послушав Нашу программу Попробовать Использовать В своей практике Ну вот Чуть-чуть скажу Просто про контакт Да Про то что Я не случайно Назвала свой центр Да Искусство контакта Почему про искусство Потому что Да Мы все время В творческом поиске Вот А про контакт Мы только что Да Мы проговорили Что без хорошего контакта Нет хорошего качества жизни Это первое Да А если говорить Про практики Про способы Есть очень простые Вообще Гештальт Ну достаточно Близок К человеку И самое простое Это Осознавать Среду То что я сейчас вижу То что я сейчас чувствую Да Быть в актуальности Быть здесь и сейчас Такие практики Которые может делать Каждый человек В течение дня Просто Да Та же самая практика Что я хочу Да В течение дня Спрашивать себя Или А вот Можем вернуться Про окружающую среду То есть Получается Что ты изучаешь Просто очень тщательно Да Людей Ты изучаешь То помещение В котором ты находишься Да Это что нам дает Это нам дает Осознание Реальности Да Во-первых Осознание реальности Я могу пребывать Здесь и сейчас Я устойчив Я устойчив Да Есть такое упражнение С опорами Я всегда даю Своим клиентам Он очень хорошо работает На снятие тревожных А что это за упражнение Да Я могу просто Вот даже сейчас Да Ты можешь Сесть Да И почувствовать Как твое тело Опирается На стул Например Да На поверхность Любая поверхность Может быть Как твои ноги Опираются на пол Да И начать дышать Медленно Да Когда твой вдох В два раза Ну вернее Выдох в два раза длиннее Чем вдох Медленный выдох Это Через нос вдыхаем Через рот выдыхаем Да Чаще всего Вот это чувство Успокоения Да Я восстанавливаю Ну как бы Выравниваю Да Я заземляюсь Я выравниваю свою энергетику Я заземляюсь И я начинаю опираться Да Я опираюсь на окружающий мир Еще Я опираюсь на собственные ощущения Затем я могу опираться на то Что я вижу Да На свое зрение Да Что вокруг меня Я могу опираться на Воняние Да То что я чувствую То что я ощущаю То есть я могу опираться на среду Мы очень часто этого не замечаем Что вокруг нас находится Потому что живем в таком состоянии Бега Да Постоянного бега Да И вот этот период Вот выдоха Ассимиляции Да Вот по циклу контакта Который важен Мне важно Заземлиться Быть здесь и сейчас Для того Чтобы этот опыт Который я пережил Да Вот только что Чтобы мне его присвоить Пережить Делать часть у себя Вот это один из способов Еще один хороший способ Который мне нравится Я в коучинге Его использую Это точка Да Опоры Когда я В одну сторону Сначала посмотрел Изучил Да То что вокруг меня находится Потом на 90 градусов Повернулся Изучил И в общем вот такая Да Еще на 90 Еще на 90 Просто вокруг себя Это то Чего мы не замечаем Мы вот Когда я говорю Виде в каком-то Отделенном фокусе Да Смотрим Да Нам нужно развернуться И посмотреть С разных сторон Даже из одной точки Мы можем увидеть Реальность И действительность Совершенно по-разному Совершенно по-разному Да Циферка 6 или 9 Да Да И мы можем это увидеть Вот Гештальт Так как он с экспериментом связан Мы все делаем Через себя Через свой опыт Очень хорошо Прямо Такие простые Элементарные Я бы сказала Инструменты Которые можно применять В своей жизни И качественно менять Эту же самую жизнь Вот Почему выбрала именно Это направление Эту модальность Для тебя Как туда пришла Слушай Это вот прям Это было очень Я до этого Очень много изучила Различных Вообще Методов Да Где я только не поучилась У кого только не поучилась Гештальт не лег тем Что там много свободы Это не догм... Вот это состояние творчества Да Состояние творчества Это не догматическая история Да В Гештальте нет оценок Плохо-хорошо Нормально-ненормально В Гештальте к человеку подход Как условно здоровому человеку Да Несмотря ни на что Да И у него есть ресурс Да Ресурс Который мы можем найти Вместе с клиентом Открыть его возможности Потому что возможности На самом деле Есть у всех Вот И вот Свобода Осознанность Ответственность Сактуальность Да Основные принципы Гештальта Которые Стоят на свободном выборе То есть я выбираю Не за меня выбирают Я выбираю И для меня вот Ну я вообще такой Очень свободолюбивый человек Да Для меня там Не знаю Там доминирующий инстинкт Свободы всегда был Да Там основным Поэтому я выбрала Такое направление Где я Можешь выразиться Свободна Да А в Гештальте Вообще В направлении Гештальта Очень много разных Вообще По-разному люди работают Кто-то работает Больше с телом Кто-то работает В эксперименте Там с монодрамой Больше работает Кто-то в диалоговом режиме работает У него возможностей Огромное количество И потом Гештальт Он работает Не только в психотерапии И в социуме И в организационном консультировании Где контакт Вообще-то Да Очень важен Я работаю Как орг-консультант И Те же самые Ну Принципы Да Процессы Что внутри человека Что внутри организации Они очень похожи И искусство контакта Там вообще важно Не меньше Да И мы еще Есть такое понятие Как интерактивный цикл контакта Который в семье используется Да И в организации Принципы те же самые Те же самые Хорошая форма Да То есть в принципе Работает везде Да Давай вот у нас еще Прямо буквально Пять минут есть Мы сталкиваемся с тем Что люди Самосаботируют себя То есть Они вроде бы Осознали даже Свою потребность И даже пошли В контакт Но почему-то Он Например По ряду Каких-то Самосаботирующих Причин Да Не случился Да Хорошая история И смотри Если смотреть С точки зрения Контакта То мы здесь Имеем дело С конфликтом потребностей Мы Какие-то потребности Осознаем А какие-то Мы не осознаем Например Да Вот такой Да Говорит там девушка Я хочу Заработать деньги Вот я хочу найти Хорошую работу Для того Чтобы заработать деньги Это такая Вроде бы Как осознаваемое Желание Она хочет туда идти И все прочее Но она почему-то Туда не идет Не идет Слушай А что-то там И мы когда начинаем Разбираться Оказывается Там потребность Например Совсем другая Там вообще-то Потребность Вообще не зарабатывать деньги Там потребность В одобрении Признании Ее там Родственников Ее родни То есть Потому что Родня считает Что люди должны работать Да И если ты будешь работать Это хорошо И у нее происходит Такой конфликт Потребности Да Она как бы Сама себя Саботирует Внутренний Саботажник Появляется На этапе Контактинга Необходима Как раз Та энергия Как ты сказала Чтобы съесть это яблочко Нужно открывать рот Чтобы прийти на работу Нужно Чтобы у тебя энергия Вот эта появилась Сформировалась Так вот она в цикле идет Когда я понимаю Зачем Для чего Мне это нужно У меня У меня появляется Энергия Для того Чтобы Энергия К действию Чтобы делать Эти шаги Но энергия К действию Еще и появляется Тогда Когда у меня Хорошо Вот эта функция Выбора Работает Когда я Понимаю И принимаю Решение Что я пойду Именно по этому Пути Именно на эту работу А не какую-то другую Это мой выбор А не выбор Мамы, папы Или кого-то еще Потому что Ведь на потребности Вообще-то Еще там же Еще какая История с потребностями Не всегда Человек распознает Моя, не моя Если человек Привык жить В слиянии с кем-то Или в зависимости То он не может Распознать Где моя потребность А где потребность Другого человека Да И вот это Вообще Отдельная история Да В которой Страдают В общем-то Все стороны Я бы даже так сказала И тогда задача Терапевта будет На разделение Да Вот этих фигур Слитых И это непростая Очень работа Вообще Гештальт работает Очень много На приконтакте Вот этот цикл Да Вот когда он уже Сформировался Это все гораздо проще Вот самая сложная Работа это На приконтакте На распознавании Где я Где другой Где моя потребность Где потребность Какую потребность Я осознаю Какую не осознаю Какие потребности Находятся сейчас В конфликте В конфликте Ты знаешь Что он К неврозу приводит Да Если есть внутренние конфликты То это прямая дорога К неврозу Ну что Было сегодня Очень интересно Лариса Большое спасибо Сегодня говорили Об искусстве Контакта Во всех сферах жизни Современного человека И смотрели на это Мы с вами Через С гештальтерапию До новых встреч С удовольствием Увижу вас И услышу еще раз В своей программе Ну а мы всем вам Желаем Быть в контакте С собой Да И счастья Любви Радости Наполненности Этой жизнью Спасибо, Надя За беседу До свидания Всего доброго Практическая психология